Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня хочу приготовить одно очень старое и совершенно незаслуженное забытое русское блюдо. Встречайте, скоблянка. К сожалению, сейчас, если вы попытаетесь найти рецепт этого блюда в интернете, то обязательно читаетесь всякого бреда. Попытаемся восстановить историческую справедливость. Итак, почему скоблянка скоблить? Потому что с куска в усмерть замороженного мяса соскабливали тонкие полоски мяса, чтобы затем их обжарить. Кроме того, к этому мясу готовили зажарку из грибов с луком. У предков не было холодильников, поэтому в летнее время всю убойну готовили в свежем виде, то есть ничего не замораживали, негде было. А вот по осени, уже после того, как падали холода, от кормленных зарядов животных забивали, и в зимнее время мясные блюда готовились из замороженного мяса. То есть скоблянка – это традиционное зимнее блюдо. Вопрос, откуда взяться зимой свежим грибам? Правильно, неоткуда. Поэтому в зажарку шли сухие грибы, естественно, их предварительно вымачивали. То есть в этом деле существует два важных правила, я бы сказал, главных основополагающих. Мясо обязательно замороженное, грибы обязательно сухие. А все остальное – это такие дополнительные фетивлюшки, которые каждый добавляет на свой вкус. Итак, приступим. Здесь у меня замоченные белые грибы. Здесь кусок замороженной свинины. Кроме того, понадобится лук, картошка, сметана. И, конечно, можно готовить скоблянку на сливочном масле или даже на растительном. Но я взял топленый утиный жир. Скоблянка вот на этом ароматном жиру получится особенно вкусной, я бы сказал, бомбически вкусной. Поехали. Мясо нарежу. Понадобится сразу две сковороды для ускорения процесса. Сразу разогреваю жир. Лук рубим кубиком. Замоченные грибы нарезаем. И начинаю обжарку. Мясо на сильном огне, чтобы жарилось и не тушилось. Сразу соли и перцы сюда. Ну, а лук на вторую сковороду вместе с грибами. И пока этот процесс идет, займусь картошкой. Как вы можете заметить, в основе скоблянка некоторым образом перекликается с широко известным блюдом бифстроганов. То есть та же тонкая нарезка мяса, тот же соус на сметанной основе, который я похоже, подготовлю. То есть, на мой взгляд, совершенно явно повар-француз, графа Строганова, вдохновлялся именно этим русским блюдом. Естественно, привнеся свои французские фентифлюшки в виде томатной пасты и горчицы. Так, мясо уже готово. Оно нарезано тонко, поэтому много-то ему не надо. Поэтому отложу его в сторонку пока. А в эту же сковороду щелутиного жира. Я на этой же сковороде буду сейчас картошку жарить. На гарнир. Про грибы не забываем. Смотрите, лук уже в отличном состоянии. Пора добавить муки. Это, чтобы соус был гуще. И можно добавлять сметану. Картошку, кстати, надо перемешивать, конечно. Согласитесь, и набор продуктов, и способы их тепловой обработки очень характерен вообще для русского стола. Понятное дело, что до того, как картошку стали употреблять на Руси, на гарнир шли другие штуки. Там репа печеная, каши и прочее снять. Кстати, мясо уже можно возвращать на сковороду. К грибам и луку. Все это будет томиться теперь до готовности картошки на очень слабом огне. Картошку уже можно посолить. Жарится и осталось еще минут 15. Встретимся за столом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и пробы, наконец-таки. Начну я, конечно, с мяса, с вот этими самыми обжаренными грибами в соусе. Ну-ка-тка. Так. Тонюшенько нарезанное. Классное мясо. Со вкусом и на поджаренности. С классными жаренными грибами. То, что они сухие были. У них вкус сконцентрировался. Что я их вымачивал. Они не набрали так вот много воды. Ну, я не знаю, в чем тут дело. Но, в общем, вкус жареных высушенных грибов отличается по яркости, по интенсивности. Вот, вкуса просто свежих грибов. Это классно. И, конечно, вот этот соус. Кстати, насчет соуса. Сметана монетна бывает разная по жирности. Вы выбираете такую жирность, какая вам нравится. Если соус с вашими, выбранными вами сметаной, будет слишком густой, то не стесняйтесь его немного разбавить там водой. Но лучше не разбавлять. Лучше, в конце концов, взять более жидкую сметану. Но это будет классно. Лучше, по крайней мере. Так, теперь картошка и огурец. Картошка и огурец. Да. Вот это тут. Обычный такой русский квашеный огурец. Прекрасное сочетание. Прекрасное блюдо. Абсолютно незаслуженно забытое. Так что готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Спасибо за компанию. Всем пока.